Давным-давно, год назад примерно, я разговаривал с вами и показывал пластинку итальянской группы Banco del Muto Saccorso или Del Muto Saccorso. Она мне очень нравится. И эта пластинка, эта группа, группа замечательная. И мне уже не один комментарий приходил о том, что давайте продолжим по итальянской музыке что-нибудь рассказывать, что-нибудь показывать. С огромным удовольствием, потому что итальянской рок-музыки у меня достаточно много, не очень много, не так много, как англо-американской, но вполне прилично. Я как-то так подсел, что называется, время на итальянский рок. И эта вещь такая, что стоит в него въехать, уже обратно не выехать. И просто автоматически начинаешь покупать пластинки итальянских групп. Они совершенно особенные. Они другие. Они столь хороши по-своему и так не похожи на рок англо-американский. За несколькими исключениями есть несколько групп очень известных итальянских. Я их пока назвать не буду, потом поговорим о них отдельно, которые являются просто клонами англо-американского рока. И это мне не очень интересно. Мне интересны группы, которые идут своим путем, в частности вот Банко Дальмута и Сокорса. Вроде бы то же самое все. Вроде бы Эмерсон Лейкант Палмер, вроде бы Джентл Джайант. Тем более, что Эмерсон Лейкант Палмер в полном составе на раннем этапе помогали очень этой группе и даже записывали на компании на лейбле Монтикор и устраивали совместные концерты, помогали с гастролями. Но эта музыка настолько национальна, насколько, наверное, национален и американский рок. Американский рок, он американский, его сразу отличишь от всего остального. Так же, как и русский рок. Сразу, мгновенно, на каком бы языке они пели, русские артисты, они отличаются на раз просто от западных, если не являются клонами. А клоны, как правило, это неудачные вещи. Это тупиковый путь абсолютно, потому что, ну, какой смысл клонировать дипеппул, все равно получится хуже. И это всегда будет слышно. Ну, или там не дипеппул, а кого угодно. Так вот, итальянская музыка... Кстати, писали несколько человек в комментариях тоже, что, ну, вот, это все то же самое, что и английский прогрессивный рок, только поют на итальянском. В этом вся разница. Ничего подобного, ничего подобного. Другая мелодика, другие гармонии, другие ритмические построения, другая народная основа, другая земля. И из нее вырастает другая музыка. Вы же не будете утверждать, что русский рок это то же самое, что английский, только спят на русском языке, правда. Ну, то же самое и с итальянской рок-музыкой. А Банко Дальмутосо Корсо, ну, об этом много написано, это одна из самых показательных таких ключевых итальянских прогрессивных групп, существует до сих пор, что вызывает удивление много десятков лет, 50 лет почти, да, они вроде бы 50 лет играют. Другое дело, что из всей группы на последнем альбоме остался один единственный человек, это Виторио Наченци. Правда, здесь он выступает не один, а сыном Микеланджело Наченци. Оба играют на клавишах, на ста вариантах клавишных инструментов. То есть на всем. Только принеси инструмент, на котором есть клавиши, они на нем сыграют. Сыграют очень хорошо. Группа прошла, пафосно выражаясь, прошла через несколько периодов. Ну, да, конечно, прошла. Она очень интересна. Несколько ранних альбомов довольно много. Это в чистом виде то, что называется прогрессивный рок. Потом было пара пластинок, они у меня есть, я расскажу о них отдельно. Инструментальных, с сумасшедшим авангардом. Просто симфонический авангард, такой настоящий, убойный. Фрэнк Заппа рядом стоит и гордо хлопает по плечу музыкантов из... Не гордо, а дружески хлопает по плечу музыкантов группы Банка Дельмутова Сокорса и говорит, что так держать, ребята, дали джазу настоящего. А потом, в 80-е годы, пошел период неожиданный совершенно, период такой итальянской поп-музыки. Те же самые люди. Правда, состав там начал меняться периодически. Люди уходили, одни приходили другие. Но ключевые игроки в виде Виторио Наченца оставались. И вдруг заиграли такой итальянский поп-рок, такую полуэстраду какую-то, что впору прямо на Сан-Ремо ехать или там даже на Евровидение, пожалуйста. У меня тоже есть несколько этих пластинок. Просто мне очень нравится, как они играют. Они играют очень хорошо, даже такую поп-музыку итальянскую. Потом они вернулись снова к прогрессивному року, но что-то уже там как-то не пошло. Вышло несколько концертных альбомов и в 94-м или 96-м, я не помню, помню, в 94-м году они как-то перестали записывать пластинки. И вернулись к идее возобновления своего грандиозного прогрокового статуса к 2014 году. Но Франческо Диджакомо, вокалист бессменный этого коллектива, погиб в автокатастрофе. И тогда все уже подумали, ну все, ну все, кончен бал, загасла свечка, как говорят. Не погасла именно, а загасла. Кончен бал, загасла свечка. Но она не загасла, потому что Виторио Наченцы нашел нового вокалиста. Я забываю все время, как его зовут. Зовут его Тони де Олесио. Который замечательно справляется с вокальными партиями сложнейшими. И вышла уже в этом составе, в новом, правда, на последнем альбоме остался один Виторио из старого состава. Но, тем не менее, вышло две удивительных пластинки. Транссабериана, вот эта. И в 2022, если я не ошибаюсь, правильно, да? Да, в 2022. Вышел вот этот Орландо, Le Forme Del Amour. Вот эта вот история рыцаря Орландо, который бился с сарацинами в 16 веке. Концептуальный альбом. Вот смотрите, как выглядят замечательные прогрокеры. Настоящие парни, настоящие. Это чистый рок-н-ролл, седовласые деды. Такие, казалось бы, ну что эти пенсионеры могут сыграть? Могут и еще как. И вот эти два альбома я очень советую слушать подряд. Это два двойника, они длинные, оба концептуальные. Их надо ставить подряд, зарубаться просто на весь день. И потом еще пару дней приходить в себя от переживаний, которые вызовут вот эти тонны немыслимой красоты, свалившиеся на вас. Просто или, я не знаю, или тонны свалившиеся на вас, или водопад красоты, который рухнет и обмоет вас с ног до головы. Это, конечно, нечто. И пусть те, кто говорят, что прог-рок, прог-рок, прог-рок устарел. Ну, я условно говорю. Вы знаете, что я не люблю всю эту терминологию и девушку. Но тем не менее. Что вот этот интеллектуальный рок, сложный рок с классическими построениями устарел, не устарел. Нифига он не устарел. Эта музыка стала уже... Уже она стала классикой. И вот этот ансамбль Банка Дельмута и Соккорса, он как никакой другой показывает именно вот эту штуку. Что это уже превратилось в классическую музыку. Она не устаревает, не становится архаичной, ничего подобного. Она стала классикой. Просто во времена Баха, Моцарта и Вальди не было электричества. Поэтому там все записано, написано для... Вы сами понимаете, каких инструментов, да, акустических, которые мы слышим на симфонических концертах. На концертах симфонической музыки. Это стопроцентная классическая музыка с инструментарием, который уже тоже стал классическим и вполне традиционным. Синтезаторы гитары, бас-гитары ударные. И куча еще струнных инструментов классических, куча духовых. Все. Просто настоящая классическая музыка. И здесь... Ну все хорошо. Транссибириана, так же как и вот эта история про Орландо, хоть она и делится на песни отдельные, но делить не стоит. Потому что идет все практически нон-стопом и воспринимается как единое целое такое грандиозное полотно. Транссибириана начинается, вроде так, спокойно достаточно, хотя это спокойствие буквально несколько секунд продолжается, потом врубается. Такой рок. На части номер два прекрасное гитарное соло. Часть номер три, опять-таки с гитарным соло, с удивительными синтезаторами. А с части номер четыре начинается вдруг... Даже на третьей пьесе уже начинаются неожиданные барабанные какие-то странные дела, а тональное фортепиано пошло и пошел какой-то вот такой крем. С одной стороны в авангардный джаз, с другой стороны в классический такой интеллектуальный рок. Все это вместе замешано, безумно интересно. Очень странная пьеса Ай Рудери Дел Гулаг. Казалось бы, должна быть мрачная, тяжелая, а она такая роковая, с гитарой такой... Какой-то там мажор даже такой вот идет, динамика. Но здесь вообще-то не особенно про Гулаг, здесь скорее про историю самой группы. Как я понял, все это полотно, все это на итальянском языке, поэтому переводить достаточно сложно. Но итальянский язык, он очень хорош тем, что он настолько песенный, настолько... В нем своя мелодика, он такой плавный. И вот это итальянское пение, недаром есть, да, итальянская оперная, школа итальянского оперного пения. Вот эта манера итальянская, она настолько скользящая, в отличие от пения на других языках, скажем так. Настолько плавные переходы от одной фразы к другой. Даже если песня состоит из конкретных коротких фраз, все равно все это сливается в единую линию витиеватую и завораживающе просто. Gentle Giant, вот когда слушаешь, там нет вот этой вот единой такой линии, там так все из кубиков, да, складывается. Ну, как вообще, в принципе, в англоязычном роке. А здесь все непрерывные такие волны вокальные. Очень-очень здорово. Ну и «Орландо», вот этот 22-го года, последний на сегодняшний день альбом, он еще, он мне больше понравился даже, чем «Трансибириано». Сначала, когда я начал слушать, он мне показался чрезмерно повествовательным, потому что здесь рассказывается все про этого самого Орландо, его история. Поэма огромная, про его подвиги, героические подвиги и непростую жизнь. Но по второму разу начинаешь слушать и понимаешь, что первые несколько вещей, которые сначала мне показались просто какая-то Тарантелло бесконечная, и под эту Тарантелло певец витиевата вот это вот все распевает. А по второму разу слушаешь и понимаешь, что вот эта вот Тарантелло, она настолько с такой фантазией сыграна, столько там звуков, столько переходов, столько интересного всего. И это не такая Тарантелло, она на синтезаторах, на мугах, на всех-всех-всех приспособлениях, которые так возможно клавишные. И я бы рекомендовал для тех, кто впервые взял в руки эту пластинку или там где-то нашел эту запись, начать с песни номер 10 «Иль Паладина», которая сразу врубается с такой атомной гитарой, с такими дикими синтезаторами, что просто думаешь, боже мой, это все духи King Crimson, Yes, Genesis, Gentle Giant и Заппы все сошлись вместе за одним столом, сели и сыграли что-то такое вот дикое, безумное. И все это гладко и по-итальянски вместе с тем. И, конечно, Монсюита, 11 минут, грандиозное полотно, классическая музыка совершенно, классическая интеллектуальная рок-музыка. Сразу просто все, сразу все понятно. Ну, Нонсерф Тремаре, первая песня на второй стороне, адский рок совершенно, несмотря на то, что начало такое, Ла Пианура Росса, вот вторая песня на первой стороне, с прекрасной гитарой, Серф Орландо А. Одесса, распевает вокалист чудесные рулады. И, конечно, Non mi spaventa più l'amor. Ну, идеальное просто лирическое полотно, чудесная мелодия. Вообще, здесь с мелодиями все хорошо, а в особенности, кстати, 12-я песня, Non credere alla luna. Семь минут, вот там уж спето так спето, вот там спето, просто спето. И за то, как там спето, надо пойти и выпить, потому что, ну, и другого выхода нет. В общем, две эти пластинки, Транссибириана и Орландо Ле Форм Деламора, нужно слушать подряд. Это будет где-то два с половиной часа, но два с половиной часа невероятного удовольствия. Пошел пить, пока. Транссибириана и Орландо Ле Форм Деламора.